Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Из-за коронавируса перенесут сроки проведения единого государственного экзамена. Юные исследователи в отдаленных селах Алтайского края смогут реализовать свои проекты. Весенние каникулы во всех школах Алтайского края начнутся 20 марта. Срок сдачи единого государственного экзамена перенесут на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена. Перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения. Также стало известно, что ежегодную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант» перенесли на осень. Новая дата проведения станет известна 25 марта. Ранее сообщалось, что 4 апреля акция пройдет в тысячах городов по всему миру. «Тотальный диктант» состоялся уже 16 раз и всегда проходил в апреле, в том числе и на многих площадках в Алтайском крае. Каникулы в школах Алтайского края начнутся не 23 марта, а 20 марта. Это одна из мер профилактики коронавируса, пояснили в региональном министерстве образования и науки. Но мы сейчас рекомендуем муниципалитетам 20 марта в пятницу все 100% школ должны уйти на каникулы. Все параллели, включая старшую школу. После каникул школьники вернутся к учебе 1 апреля. При этом родители вправе самостоятельно решать, отправлять ребенка в школу или нет. Достаточно уведомить руководство школы. Таким детям обеспечат дистанционное обучение. Вопрос перехода на дистанционные формы обучения сейчас находится в стадии обсуждения в Краевом Минобре. Руководителям образовательных организаций рекомендовано сократить продолжительность учебного дня и воздержаться от массовых мероприятий. Мобильный технопарк запустили в Алтайском крае. Это передвижная лаборатория, где школьники из самых отдаленных уголков региона смогут изучать робототехнику и виртуальную реальность. Губернатор Виктор Томенко первым побывал в мобильном технопарке. Последние испытания перед длительными полетами. Уже совсем скоро этими квадрокоптерами научат пользоваться школьников даже из самых отдаленных сел. В Алтайском крае появился первый мобильный технопарк. Передвижная лаборатория будет доставлять оборудование в города и села, чтобы педагоги, обученные в Сколково, занимались со школьниками. Учащиеся смогут проявить инженерную фантазию и реализовать самые смелые проекты. Например, девятиклассница Карина Убакирова уже создает свой первый газовый генератор. Он преобразует тепловую энергию в электричество. То есть с помощью него, например, можно использовать его в походах в качестве, так скажем, аккумулятора. Современные 3D-принтеры и сканеры, смартфоны, планшеты, брендированный автомобиль. На все оснащение потребовалось больше 23 миллионов рублей. С этого дня в передвижной лаборатории можно изучать робототехнику, виртуальную и дополненную реальности. Это, конечно, результат реализации национального проекта образования за 2019 год. Вы видите по состоянию автотранспорта, что нет тех сел, куда бы не доехал наш мобильный технопарк. И таким образом к 2025 году мы надеемся, что все муниципалитеты будут охвачены деятельностью мобильного технопарка, поскольку у нас их будет 4. И появятся они в Рубцовске, Бийске и Камни-Наоби. А в Змеиногорске и вовсе построят Космо-Квантум, где дети смогут изучать технологии космической отрасли. Ну а первопроходец технопарк отправится в Заринск, затем и в другие города и села, чтобы в этом году свои разработки в нем начали тысячи начинающих ученых. Анастасия Борисова, Алексей Шаульский, Новости. Предложение о внесении поправки в Конституцию о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа и охраняется государством, поддерживают работники отрасли. Это придаст новый импульс развития, уверен руководитель регионального отделения Союза художников России Дмитрий Петренко. По его мнению, защита языка и культуры важна для укрепления российской государственности и сохранения исторической памяти народа. Конечно, хотелось бы, чтобы понятие культура, оно было чутьче названо. Чтобы государство назвало, вот как в понятии семьи, просто назвали четкую позицию. Что такое семья? Это что такое брак? Это союз между мужчиной и женщиной? Это позиция. И также в культуре. Вот какая культура? Что такое культура? Какая культура нужна именно для того, чтобы сохранить государство? В Барнауле впервые представлена коллекция копий черепов и мумий, хранящихся в известных музеях мира. Уникальный проект «Мемента мори» Александра и Алены Пашковых уже встречают своих зрителей. Выставку посетили и наши корреспонденты. Копии мумий египетского правителя Рамзеса II, философа Джереми Бентома и черепа первобытных людей. Это лишь малая часть того, что можно увидеть на выставке «Мемента мори». Ее организатор Александр Пашков рассказывает, что увлечение создавать копии черепов появилось еще в детстве. Это произведение искусства. Ты держишь в руках, как природа, там швы соединительные, это все настолько впечатлило, что в будущем уже мне захотелось иметь коллекцию черепов, но уже не настоящих. А я начал собирать по миру. Друзья привозили, где-то покупал из пластика, но они были недостаточно реалистичные, такие мультяшные. И мне хотелось все равно что-то такое интересное именно в своей коллекции иметь. Самую первую копию черепа Александр хранит в собственной мастерской. Там же и возникла идея создать выставку, а супруга, историк по образованию, стала первым помощником в деле. Когда я выстраивала концепт создания выставки, работая над историческим концептом, я понимала, что «Мемента мори» эту фразу знают все. Это очень распространенная фраза на латыни. Но к этой фразе мне всегда хочется добавить «И осознай, как прекрасна жизнь». По поводу названия выставки долгое время шли дискуссии. Организаторы опасались, как бы оно не отпугнуло потенциальную публику. Однако в реальности посетителей все больше. Владислав Кириенко, Анна Рашагирова, Анатолий Фукс. Новости. В Алтайском крае отменили все массовые спортивные мероприятия из-за угрозы коронавируса. Поэтому о том, как игрок барнаульского «Динамо» добыл золото для своей команды и чем занимаются конькобежцы, смотрите в нашей рубрике «Спортобзор». Подробности у нашего обозревателя Дмитрия Дроздова. Министр спорта Алтайского края Алексей Перефильев подписал приказ об ограничении проведения спортивных мероприятий на территории региона. В связи с этим первые два матча хоккейные команды «Динамо Алтай» с тюбоксарами в полуфинале Кубка Федерации пришлось перенести. По последней информации, игры приостановлены до 24 марта. Молодежный футбольный турнир по футболу с трансляциями, комментаторами и системой видеоповторов завершился в Барнауле. С ноября по марс соревновались шесть команд, в составе которых есть профессиональные игроки «Динамо Барнаул», «Скаха Баровск», «Енисея» и других клубов. Состязания проходили на полях манежа «Темп». По итогу регулярного сезона в матче за третье место сошли «Снежный Барс» и «Бросилона». Последние выиграли матч 3-2. В финале встречались команды «Алтай» и «Темп», в составе «Темпа» играющий тренер, бывший игрок Ростова, московского «Локомотива» и пермского «Амкара» Иван Старков. Его команда и взяла золотые медали. В самом конце матча Виктор Липин забил гол со штрафного, чем и принес «Темпу» чемпионство. Конькобежцы тоже остались без многих турниров, однако не утрачивают боевой дух и с юмором относятся ко всем ограничениям. На этих кадрах видно, как спортсмен выполняет домашний старт. Дмитрий Дроздов, новости. Дмитрий Дроздов, новости.